Как это понимать? Взяли и просто так закрыли проезд. Что они, дорогу выкупили, что ли? Как нам быть? Ближайший объезд за полтора километра отсюда. Нерушимая стена из шлакоблока разделила улицу Аргамбекова на две части. Её построили жители, которым надоело дышать дорожной пыли и слушать крики местной ребятни. В результате постройки горожанам приходится обходить стену. А это ни много ни мало – полтора километра. Вы сами представьте, здесь в 194-м квартале и микрорайоне Пахтакор узкие улицы. Маленькие дети играют. С утра все торопятся на работу и вынуждены проезжать по тонким тропинкам. Разве это нормально? Вот смотрите, здесь строится новый детский сад. У нас нет возможности возить туда детей. Здесь строится несколько социальных объектов. Тоже нет возможности выехать на сторону Аргамбекова. Это единственная дорога. И вот видите, заборами шлакоблока тоже перекрыли её. Я считаю, что это незаконно. По словам местных жителей, земля находилась на балансе Сараймского района. В своё время предприимчивые дельцы оформили земли под цирскохозяйственные нужды, а продали на делы уже под строительство жилья. По этой улице ситуация такая. Она по земельному стоит как тупиковая, а жители просят открыть. Жители данной улицы против. Они говорят, что мы открывать не будем. Поэтому, чтобы разобраться чисто по закону, были направлены письма в архитектуру о проектировке, были направлены письма в земельную инспекцию по данной конкретной улице. Сейчас занимаются этим уполномоченным органом и мы ждём ответа. К слову, это далеко не первая перекрытая улица в этом районе города. Две соседствующих неподалёку предприимчивые горожане также перекрыли. Кто глубокой траншеей, кто многотонным контейнером, а кто бетонной плитой. Хозяева баррикад от бесед с журналистами наотрез отказались. Сносить стену самостоятельно они тоже не желают.